привет народ доброе утро всем где-то 5 утра наверно она может и не сильно доброе но выспались мы неплохо хотя спали немного как-то так спали вот в таком домике это дом деревянный сруб для меня это не сильно удивительно я сам живу в деревянном доме кстати вы знаете как делаются деревянные дома вот откуда не берутся понятно что он складывают сруб а вот откуда берется сруб и у нас есть такая возможность у нас есть такая возможность на это посмотреть давайте-ка мы сейчас на охоту а после охоты заедем и я вам покажу одно место где рождаются деревянные дома поехали зайцы 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 этот успел убежать нифига нифига не успел не успел куда куда там обрыв ты чё все народ мы перепрыгнули в боевую тачанку это взаимно ли не одного взяли это свежие следы лося видим настолько свежие что мне кажется завтрашний привет а я не буду к ней подходить то я не знаю их кусачая ты собака да вот вроде разрешились разрешилось то где кто встанет пуля надо как на рыбалке поплюет лось будет крупный пятерка дробь не возьмет ладно хорошо что но в кузов не упала туда во внутрь упала бы во внутрь не догнали все ребята оставили на все ребята запомнить нас очень просто я зеленый он красный да по зеленым и красным не стреляем лицензия на лося на кабана есть вот сюда . елочка ребят мишаня у нас он финтрейль хоть а я чё было в подвале то и одел что валялась первая под руку попалась а теперь ки-ки-ки-ки-ки-ки тёрка Далеко очень. Там и стрелы, смотри. Еще может там кто-то есть. Еще лосей там может есть. Вот точно. Вон он стоит. Где-то не стоит. Как бы там ни прошли они. Далеко. Вот за тем деревцем мы-то там стояли дальше. Три. Три вот здесь сейчас христали по ним из карабина. За лисо. Они вон там за кустами прошли. За кустами, да, далековато. Но я два раза стрелял, но далековато. Вот три штуки. Тут постояли за кустами зайти. Видишь, у нас получилось гуманное кино. Тут кто-то христалл-то до последнего патрона. Слышно было. Пцинг. Ну вот так вот. При съемке фильма ни один лось не пострадал. Ох ты, радист бежит какой. Радист. Радист какой бежит. Ты только не кусайся, Бинка-Бинка. Что, Мишка, видел лосей? Мы скажи, их так видим постоянно, елки-папки. Нет, мы их обычно видим без ружья. Тут мы с ружьем их видим. Да. Даже, блин, в их сторону стрельнули. Ребят, на самом деле, тоже выстрелили были. Выстрелы отчаяния. Я так уже повыше взял. Шлепнул. Для кина вам. Потому что с ружьем, с гладким, там делать нефиг было. На такой дистанции было метров сто где-то. Обошли они нас. И с той стороны уже никого не было. Поэтому я пульнул два раза. Все глухарим, указал правильный путь. Васи говорит, это он атаковал все, передавал в верные зрения. Морзянки. Координаты им сдавал, где собаки, где кто. Серьезно секретно. Они в связке работают. В общем, при съемке нашего кина ни один лось не пострадал. Но это пока. Вон там что-то собаки лают тоже. А мы идем к машине. Вон она стоит. Ну что ж, вот такая вот охота. Я не знаю, будет еще загон, нет. Сейчас посмотрим, конечно. А так-то... Все замечательно. Да, ребят, вот это кино было для любителей наблюдать за лосями в дикой природе. Ну вот, я надеюсь, у нас когда-нибудь будет еще фильм для любителей есть лосей. Мы взяли угриль. Думали, если лось-то попадется, на угриль можно целиком его положить и зажарить. Вечером сидели и думали, лось о гриль, о гриль. Да, так как у нас лося не было, придется нам вчерашнюю курицу разогревать. Ну тоже неплохо. Ну да, вариант. Ну так, ребят, охота-то удалась, оказывается. Сейчас мы еще выясним, кто его... Таой. Шкур снимать будут, потому что выстрелов много делали. Нет, и одного из трех все-таки срубили. Дальше посмотрели следы, следы без крови. Все остальные животные целые. Ну что? О, с полем он. Есть добыча. Вот там он, недолго, под город стоял. Я посередине, за ручку на сутки. Прямо вдоль дороги, прям почти. А оттуда, форс, я ляду сюда. А я слышал, что лис пуль. Он повис, ляду, а я на лис. Уазик туда ушел. Уазик там стоит. Я черт его знаю, не видел, что... Это как все лужи, кто пробит, там где-то повернули. Ну что, что, где-то рядом с нами пролетел, и что-то скрабит. Я слышал даже так, там стоял, так слышал. У меня их много было. Ну расскажи, Артур, Артур тоже видел лоси. Он тоже здоровый был, но намного больше. Да нет, это кажется. Это кажется, кажется. Вы знаете, Оргита, дуяду? Я все-таки ехали, я лоси видел. Видел лоси. Значит, запомните все это лицо, это самый главный герой. Секланец из-под лоношек вот так. Нет, ну смотрите, у меня больше всего поражают. Он кричал, долго ходил. Я его позвонил, я бы хватит кричать, быстрее. Он взял быстрее, мне проходит 2 минуты. Все, ребят, по высечкам посмотрели. Это не мои пули были точно. Я в этом не участвовал, да. Вот, ребят, перекус такой. Жареные пельмешки, удобно, ни вилочки не надо, ничего. И готовится быстро. Вот такой у нас лоси, ребят, сегодня. Жалко вам, что он не четырех ноги. Всего две ноги. Два крыла. Которые улетели, да? А там, где мы на номере стояли, там что деревня была раньше? Да. Да? А то мы смотрим, домовые ямы были. Да, да, да. Много заброшенных здесь, да, таких пустых-то? Хорочища уже. У вас по истории Леберского района, здесь проживало, на территории, в границах нашего района, проживало 44 тысячи населения. И население, 400 с лишним деревень было. А сейчас осталось это 6 тысяч населения. И деревень. Ну, это 44, это, наверное, в Советском Союзе еще, да? Нет, это 36-й год. 36-й год. Ну, это реально. Тогда еще, наверное, больше было еще до революции. Ну, зарядок, как бы, не знаю. Ну, наверное, больше. Был район у нас, значит, я вот в 79-м году сюда приехал. Ну, как бы, техникум кончил, все, работать начал. Значит, в 79-м году было у нас тут производство. Сельскохиня, СХТ, значит, маслозавод. Значит, строительных организаций 5 штук было. В том числе и дроностроительных только 2 было, да. Все двигалось в ужас, как все работало. Вообще, каждое поле было. Не представляете себе, поседа спахана, и все его овраги были выкошены. Вручную. Скотину держали, травой, травой. Да, травы не хватало, дрались из-за травы. Что там, вон, этот, знаешь, как в деревне рассказывали, там в полисаднике ты можешь там все укосить, а вот то, что перед полисадником, там, если скосишь, то колхозу должен отдать. Да, 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 правильно, да. Там детишки бегали, он там как-то надергивает тучку травы, говорит, ну, уже мужики сейчас рассказывали, сейчас детишками надергиваешься, они травы натыришь, и он принесет что-то, сказать, скотину ажать. Мы вот коровы где олени там держали, орлы, холтын, не скажем, в болоте хвост серпом божали, вытаскивали, сушили, и кормили скотину. Вот так и закончилась наша охота. Мы были на природе, видели зверя и возвращаемся с добычей. По пути домой травили байки о случаях на охоте, делились впечатлениями от пережитого, а разве не это главное? Работа коллективом, ответственность перед командой, чувство выполненного долга и радость, разделенная с друзьями. Ощущение плеча и единство достичь общей цели. Это то, что объединяет мужчин, то, что сидит в нас так глубоко, и то, что из нас уже не достать никакой цивилизации. Все это мы и называем одним словом. Охота. Сейчас, как мы уже обещали, давайте посмотрим на место, где рождаются деревянные дома. И неважно, будут они дорогими или не очень, а цилиндрованными или ручной рубки. Все они рождаются тут. Это наш производственный цех. Сейчас идет разгрузка леса. Сейчас выгружает именно струбовой лес, который отборный по диаметрам. Дерево – это натуральный, экологически чистый, строительный материал, который создает максимально комфортные и удобные условия для жизни человека. Настоящий деревянный дом создает свой естественный природный микроклимат, помогающий восстановить организм после любой болезни или стресса. Лучшие деревянные дома, как правило, строят из хвойных пород деревьев, которые богаты фитонцидами, биологически активными веществами, подавляющими рост и развитие или просто убивающими бактерии, микробов, микроскопические грибы и простейших. Замечательным моментом является то, что в деревянном доме при правильной обработке строительной древесины не бывает сырости и повышенной влажности из-за того, что дерево обладает отличной гигроскопичностью и дает дому дышать, создавая оптимальный уровень влажности и кислородного баланса, несмотря на внешние погодные условия. Дерево является теплоемким материалом. Его стены надолго задержат тепло зимой и прохладу в жаркие летние дни. Поэтому, в отличие от каменного, его можно быстро протопить в течение всего нескольких часов, даже если его не протапливали месяцами всю зиму. Древесина и натуральные древесные смолы не вызывают аллергических реакций. Кроме того, они еще и полезны для людей, страдающих аллергическими и астматическими заболеваниями. Аромат смолы полезен и приятен. Вещества, выделяемые древесиной, способны исправиться с головной болью и бессонницей. Натуральный древесный цвет успокаивает нервную систему и приводит к нормализации состояния организма после перенесенного стресса. Стены деревянного дома не пылят, не накапливают электростатический потенциал. Давайте же посмотрим, как из бревен получаются эти гладкие, с ровными чашками части будущего дома. В данный момент вы видите работу станка Sherwood российского производства. Это, в принципе, один из, наверное, лучших станков, которые изготавливают в России для этих целей. Отцилиндрованное бревно, изготовленное на данном оборудовании, имеет очень точную геометрию, обеспечивающую идеально плотное прилегание контактирующих поверхностей, чтобы обеспечивать высокую теплоизоляцию. Этот станок имеет также большую производительность. Например, дом или баня в ствол квадратов будет готов к транспортировке и сборке в течение двух-трех дней, что дает в минимальные сроки возвести дом или баню вашей мечты. При соблюдении определенных правил заготовки, изготовления, сборки и обслуживания деревянные дома из оцилиндрованного бревна будут служить вам не одно десятилетие. А вот здесь, ребят, делаю чашку. Здесь фреза, зажимая древно, здесь его торцуют, укладывают на стол, режут по размеру, по лазерной риске делают чашечку. Сейчас по рисочке ее вот так, бац. Сейчас по рисочке ее вот так, бац. Ах, дружка-то свежая. Все очень здорово. Лежит изба или домик небольшой. Срубы комплектуются пиломатериалом собственного производства. Работа ленточных пилорам дает материал с хорошей геометрией и высокого качества. Это очень важно в процессе строительства дома или бани, так как применяя только хороший материал, можно смонтировать правильно кровлю, сделать ровный пол и потолок. Еще большим плюсом собственного цеха по производству пиломатериалов является возможность изготовления материала с нестандартными размерами, которые невозможно купить на розничном строительном рынке. Порой это бывает очень важно. Многолетний опыт работы в деревянном домостроении позволяет сотрудникам компании определять, какого качества материал нужно использовать в каком-то конкретном этапе строительства. Например, на укладку лака они стараются выбирать материал с наименьшим количеством сучков. Он более прочен в плане каких-то деформаций. Для удобства клиентов у компании офис есть не только в городе Ёж-Корала, но и в таких городах, как Москва и Нижний Новгород, где вас с большим удовольствием встретят, расскажут все о деревянном домостроении, подберут вам нужный проект по вашим пожеланиям или спроектируют индивидуальный. А в дальнейшем построят вам дом или баню под ключ, где вы не будете иметь никакой головной боли по поиску материалов. При строительстве нужно будет только выбрать тот или иной вид материалов. Самым главным плюсом данной компании является то, что у них цены в среднем на 20% дешевле рынка, так как они имеют собственную лесозаготовку, собственный транспорт, собственное производство и собственный штат профессионалов по заведению деревянных конструкций. Поэтому можно с уверенностью сказать, что компания Люксстрой делает полный цикл строительства дома. от леса до ключа. Кстати, они также строят уникальные срубы из рубленого бревна. Но об этом, возможно, мы вам расскажем в следующий раз. По промокоду Герасим Шерп скидки до 10% на строительные работы. Обращайтесь. Ссылочка в описании. Рекомендуем. Мы сами живем в деревянных домах.